Пустынный Ломоносовский пляж. Из желающих покупаться здесь сегодня только чайки-довороны. И погода в последнее время не располагает к водным процедурам. А вот Сергея Бирюкова ни темные тучи, ни черные флаги не останавливают. На этот пляж мужчина ходит купаться почти каждый день. Флаг-то, видите, висит. Уже, наверное, две недели. Я думаю, что это весной только сделали анализ, а после не брали. В принципе, откуда из кишечной палочки-то взяться? Погода такая стоит, народу почти что нет. Да нет, я воду не пью здесь, пожалуй. Плаваю все время, никогда не бывало, что что-то такое, заразился чем-нибудь. По информации Роспотребнадзора, два пляжа, Ломоносовский и Зашикснинский, из-за некачественной воды закрыли две недели назад. И до сих пор ситуация не улучшилась. В конце прошлой недели пробы, взятые по просьбе департамента ЖКХ, оказались неудовлетворительными уже на всех пляжах города. В реках превышено допустимое содержание кишечной палочки. Как говорят специалисты, содержание кишечной палочки увеличивается как раз в дождливую погоду, так как смывает дождями грунт, воду, и палочки размножаются быстрее. Как правило, когда устанавливается более благоприятная погода, в которой, собственно, и купаться людям приятнее, то уменьшается число бактерий. Но в погожие деньки, какими, например, выдались выходные, череповчане все равно идут купаться. Даже после того, как узнают о бактерии в воде. В связи с погодой сейчас людей, конечно, меньше. А так, как бы, людей не останавливает запрет и все равно приходят купаться. Подходим, сообщаем, что запрет. Многие, как бы, ну, кто-то выйдет из воды, а кто-то продолжит. То есть, ну, не реагируют на наши эти замечания. Кишечная палочка – представитель условно-патогенной флоры организма человека, поясняют медики. В норме она присутствует в любом кишечнике. Но при повышении уровня бактерий в окружающей среде и при ослабленном иммунитете, попадая внутрь, палочка может проявить себя. Болезнетворные бактерии могут попасть в организм человека во время купания при заглатывании воды, предупреждают медики. Также заразиться можно, если инфекция попадет на слизистые оболочки, в глаза, в уши или в нос. Проявляется это чаще всего тошнотой, рвотой, жидким стулом до 10 раз в сутки, незначительным повышением температуры. У детей часто также сопровождается болями в животе. И называется это кишечной инфекцией, вызванной условно-патогенной флорой. Лечение для детей до 3 лет чаще всего проводится в стационаре, так как они быстро переходят в тяжелую степень, и иммунная система у них еще не совершенна на этом этапе развития. Взрослые переносят заболевание в легкой форме, часто не обращаясь к врачу. Однако каждый год они фиксируют рост числа кишечных инфекций именно летом. Поэтому рисковать ли здоровьем, купаясь в запрещенных местах или нет, каждый выбирает сам. Новые пробы воды на Череповецких пляжах специалисты возьмут в середине недели. Однако вряд ли ситуация к этому моменту улучшится. По прогнозам, дождей в городе меньше не станет. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.